Легенда Это известный поэт Арта Многочислов И поэзия для детей и взрослых Переимунчик Марин Городинская Здравствуйте, прошу слышно? Да? Я уже рада видеть такое количество Симпатичного очень народа Я немножко озадачена Потому что, действительно, это не такая простая задачка Вот, Скотти, вы опоздали, по-моему Это не такая простая задачка Потому что я вижу, что возраст слушателей Зрителей примерно расходится От двух До, скажем, сарападов Прибедительских Ну, что-то с этим не поделаешь У меня было как-то в голове одно быстро А получится, видимо, совсем другое Потому что дети — это народ, который не может досиживать до конца И долго терпеть А у нас с вами где-то час 15 на выступление И еще минут 15 на автограф-сессию Хотя я не знаю, на что там особо будете ставить автографы Я сейчас опишу то, что можно там, в принципе, с моим участием приобрести Но там этого немного И поэтому я, наверное, все перестрою по-другому как-то Но, значит, сначала я просто про себя вам расскажу Как я обычно объясняю мелким детям Что у меня вот три головы И такой я трилогановый дракон Одна голова занимается детской литературой И вот тут лежат всякие детские книжки Уже я вам сейчас хранит расскажу Вторая голова занимается абсолютно взрослыми делами Пишет стихи для взрослых Публикует их во взрослом издачестве Вот последняя книжечка, которая вышла в издательстве Воймига Ее легко найти в интернете, к счастью А в магазинах книжных ее трудно найти Ну, такова наша эпоха Но пока что она есть в интернете Потому что она прям свежая там на нотке Называется она «Тихие игры» И я, может быть, вам из нее почитаю Если у вас хватит терпения Потому что я говорю, я сейчас все построю по взрослому принципу То есть я начну как бы с маленьких И буду дальше повышать градус Значит, третья голова занимается исключительно переводами Это переводческая голова У нее работы очень много Она пашет вообще на такой кореннике В этой тройке, в принципе Она пашет очень много Она переводит там для взрослых, для детей И стихи, и прозу Хотя лично я вообще-то предпочитаю стихи переводить Потому что стихи переводить или писать Это как влюбиться А прозу – это как в антизал Почувствуйте разницу Вот, теперь давайте я вам просто, пока вы еще не начали расходиться Я вам просто покажу, что там можно вот с моим участием найти Я, честно говоря, так довольно легкомысленно к этому делу отнеслась И не привезла книжек даже вот помахать Кроме вот этих взрослых, которые нигде нет Потому что мне сказали, ну лучше книжный ярмарк, а тут все будет А тут мне сказали, что уже нет и того, и этого, и в общем, почти ничего нет Но вот есть, например, это просто вот моя рекомендация Хороший новый перевод Нашей с Кружковым бывшей студентки Жени Тиновицкой Она сделала, она скандинавист И она сделала очень весело и здорово Книжку о муви-тролях А я ей туда перевела несколько песен на стихотворение Вот это рекомендую Это, по-моему, это чудесство Вот называется вот этот отсек ярмарки Он прямо вот здесь расположен Называется чудесство Вот, еще тут есть, конечно, Джулия Дональдсон Тут уже говорить даже нечего Джулия Дональдсон Вот это моя любимая улитка Они мне дали все мне не принадлежит Я все это сейчас верну на стенд Они мне дали помахать Я очень люблю вот именно улитку и кит Хотя я два десятка книжек Джулии Дональдсон перевела Я их все, в общем-то, люблю Но улитка и кит – это моя любовь Просто особенная Потому что я тогда чуть-чуть капнула на такой вот лировской интонацией Я думаю, лиры, такие мы поплыли, а они И татадам В общем, книжка и иллюстрации более хорошие Но такие красивые, просто силы И вот то, что мы сделали с Ольгой Дрова, переводчица с норвежцем, очень хорошая, если кто-то простодурцами читал, вот это она как раз перевела, и вот мы с ней вдвоем где-то с год назад делали вот эту книжку «Вертихвост» называется, «Турбьорна Эдгар». Эдгар – это тот самый, вот были такие скандинавские сказки у нас с вами в свое время и у наших детей, назывались «Повести скандинавских писателей». Там одна из повестей была «Верата из Кардамона». И вот как раз это был Турбьор Эдгар. А вот это его книжка для ребят помладше. Она в Нарвегии считается абсолютной классикой. Ее ставят во всех школах, детсадах, есть музыка даже. Музыку напечатали много там в конце этих песенок. Песен этих там очень много. Я сделала, значит, все песни с таким расчетом, чтобы их можно было петь, чтобы они ложились в ноты. Это, конечно, был такой трудный форс буквально. А Оля Дробот сделала всю вот эту прозаическую, замечательную сказку, очень нехитрую и добрую такую историю для детей. Называется «Вертихвост». Это так звали «Мышонка» главного героя. Вот. Теперь давайте я почитаю для детей, потому что у них нет терпения, как из них. Правильно? Что-то такое и старенького, и что-то и знаменитого. Булочная песенка. Были два приятеля, Бублик и Батон. Ждали покупателя Бублик и Батон. Бублику понравился школьник в колпачке, а Батону бабушка в беженом планке. Бублик вранец, попнулся и понесся вскачь, а Батон тихонечко в сетке каждый кач. Бублик познакомился с гордой ледяной, с четырьмя мальчишками, с девочкой одной, а Батон с кастрюльками, с тёмком-мураком, с бороданным дедушкой, с рыженьким щелком. Вот. Вот школьный такой стихотворение, называется «Наконтрольный». Ну, если кто-то просто всё это знает, извините, я потом к более новому перейду. «Наконтрольный» называется. И решается задачка, хоть умей. Думай, думай, голова, поскорей. Думай, думай, голова, дам тебе конфетку. День рождения подарю новую беретку. Думай, думай, в коей веке прошу. С мылом вымою тебя, расчешу. Мы ж с тобой не чужели друг дружки. Выручай, а то когда помогу же. Вот. Очень полезное стихотворение. Называется «Считалочка». От слова «щи», а не от слова «счёт». Чищу овощи для щей. Сколько нужно овощей? Две картошки, три морковки. Лупу полторы головки. Да петрушки корешок. Да капусты кричишок. Вытеснись-ка ты, капуста. От тебя в кастрюле пусто. Раз, два, три. Огонь зашёл. Кочерыжка. Кочерыжка. Ломбир. Но убедилась с ужасом. Стаканчики кефира. Ну что за невезение. Ну что за наказание. Не радует ни пение. Не даже рисование. Нарисовала курицу, а вышел пистолет. Сидит в колдуне. Дуется на целый белый свет. А может быть кто дуется, тому и не колдуется. Спасибо. Вот давайте сейчас чуть-чуть опять снизим мы простую плавку. И для совсем малявочек такое стихотворение называется «Медвежья школа». 1 апреля, первый день учения, пишут медвежат в школе сочинения. Вывешена тема на большой сосне, как я проспал каникулы и что видал во сне. Так, а расскажи мне, мой дорогой, почему 1 апреля у медвежат, первый день учения, нет, пожалуй, ты еще пока нет, ты пока еще нет. А кто мне может это сказать? Почему 1 апреля первый день учения у медвежей в школе? Мама, да, я понимаю, что вы это тогда, да. Никто не понял. Вообще. Ну классно. Ну хорошо. Ну хорошо. Ну вы погуглите там, да. Ну так, погуглите. Хорошо. Давайте так сейчас. Дело в том, что у меня почти, почти все стихи у меня с таким старой стихи, вот старые, которые уже устоялись, которые много раз публиковались, они почти все у них в центре такой мальчик примерно от 10 до 14 лет. Дело в том, что я по жизни такая немножко мама разных, мама разных мальчиков. Так и получилось просто. Так исторически сложилось. И только у меня пошли девчачьи стихи уже совсем потом, я о них потом скажу. Но иногда я просто специально сама для себя говорила, вот это я напишу сейчас для девочек. И вот это стихи у меня называется «Красное руководство» по отращиванию длинных кос. «Эх, мальчишкам не понять, что это наслаждение. Косы длинные. Косы длинные растить чуть ли не с рожденья. Косы полить и беречь. Косы полить и беречь. Ах, то желтком, то желтком яичным. полосы длинные носить с класса до шестого, а потом пойти занять очередь на стрижку и решительно сказать «режь, что под мальчишку». Давайте, а, вот еще сейчас какой-то прочту, такое относительно детское, и будем, будем, повышать. А может быть, и не будем. Что? Что сегодня с горем сдалось? Все оно перемешалось и вскипает, и клопочет, глубинеет наверху, будто кто-то сделать хочет, или как звук, уху, «режь, что мешает, пену белую снимает, тут подсыпал, там подлил, так и есть, пересолил». Ну, это я не буду спрашивать даже, почему он пересолил, ребята, кто не понял, тот погуглит. Давайте, давайте немножко повышать возрастную плавку, скажем, вот такое стихотворение. Художник, простите, художник, смотрите, художник, пришел и сидит на пеньке. При нем коленастый треножник и кисточка в правой руке. За ним гаражи и помойки, а справа огромный закат. Три стройных шрампа на стройке, как черные тени стоят. Художник, смотрите, художник, сидит посреди пустыря, зачем-то сорвал подорожник, задумался, видно, не зря. И кто-то в квартире двухсотой соседу в окно помахал. У нас тут такие красоты, художники ходят, слыхал? На самом деле, вот как у хороших, ну, как у качественных, скажем так, стихов детских, всегда у них есть какое-то двойное взрослое дно, да? Дети посмеются гаражам и помойкам. Взрослым понятно, что, в общем-то, то, что мы делаем, это признано оправдывать с действительностью, примирять с жизнью, как говорил Лев Николаевич. Ладно, давайте вот страшилка. Тетушка Луна называется. Я возвращался из гостей, в потемках шел пешком. По небу тетушка Луна за мной ушла бочком. Я сел в трамвай, трамвай бежал по улицам кружа. За нами тетушка Луна скакала в ремеша. Тогда спустился я в метро, где ходят поезда. Отсталась старая Луна, мне не попасть туда. Усталый прибыл я домой. Пошел и в кресло плюх. В окошке полная Луна. Переводила дух. У меня иногда бывают такие в книжках циклы стихотворения. Когда я прошу объяснить, что такое цикл, мы обычно с ребятами пользуемся таким определением, что такой кустик. Цикл – это кустик стихотворений. Корень один, а ветки вырастают из него разные. И у меня есть такой цикл, он называется «Позабытые игрушки». Он адресован не только детям, но и их родителям, которые, может быть, все это помнят. Там речь идет об игрушках, которые на гуляниях народных, каких-то таких 7 ноября или 1 мая, продавали на бульварах, скверах московских. На углах улиц такие предприимчивые старушки, они, как правило, были самодельные. Они ломались и рвались, в общем-то, в первый же день употребления. Но, тем не менее, доставляли много радости. Вот я по 2 такие игрушки прочтула. Одно веселое и одно грустное. Потом, после грустной, я обычно задаю глубокий философский вопрос. Мне обычно на него отвечает какой-нибудь очка росты 3-й класс. Ну, здесь посмотрим, кто тут зубеет на него, в общем, ответить. А веселое называется «Раскидай». Раскидай, раскидай, сделан на старинке. Раскидай, два кидай, мяч как на резинке. Он дешевый, тухой, нитками обмотан. А под розовой фолькой, под бумажкой, что там? Раскидай, раскидай, пляшет по бульварам. Раскидай, два кидай, и почти задаром. Это мне, это мой, я не потеряю. Принесу его домой и расковыряю. Если расковырять эту вещь, теперь она называется «йо-йо», и что там внутри, я не знаю. А если расковырять вот этот старенький раскидай, там внутри оказывается то же самое, что в голове у Винни-Пуха. Ну, хоть это-то мне скажите. Что было в голове у Винни-Пуха? Родители. Спасибо, спасибо, вы так хорошо помогаете. Отлично. Конечно, да, Апилки, приятное имя делать, значит, и вы любите. Давайте я вам почитаю из веселого цикла под названием «Из жизни щенка Мартына». Это такой реально существующий персонаж. Вот, у меня про него там цикл стихотворения есть. Там разные-разные жанры. Там есть и считалочка, и загадочка. Загадочка очень простая, она прям для детей ясельного возраста. Мы можем ее сейчас и загадать таким вот детям. А там вообще есть даже в жанре древнегреческого плача стихотворения. Вот, я его тоже вам прочту. А начнем с загадки. Так, дети ясельного возраста сосредоточились. И ответьте мне, что это такое? Тявкает, тоже, пожалуйста, я вас умоляю, не кричите. Дети уже школьного возраста, не кричите. Тявкает, лижется, очень быстро движется. Задумался. Штирлиц задумался. А ты знаешь, что это такое? Тявкает, лижется, очень быстро движется. Похоже на этаж, на слышали Ап. Ап сказал кто, да? Молодец. Молодцы, молодцы. Просто бурное, бурное развитие происходит буквально на наших глазах. Так. Ах, конечно, ах. Конечно, ах. Молодчина. А дальше мы взросли. И дальше будет другой жанр, щенячья считалочка. Ты, щенок, я щенок. Мы друг дружку сбили с ног. И катаем, и валяем в грязном снежном месиве. Что ты гавкаешь, хозяин? Видишь, людям весело. И вот твоя любимая, вопль щенка Мартына. Это как раз в жанре древнегреческого плача. Вопль щенка Мартына, запертого в комнате, за плохое поведение. О, хозяин, каюсь, каюсь, скрызь я твои тапочки. Что ж теперь в любви откажешь ты такому лапочке? Или глупый, дохлый тапок для тебя дороже, Чем живой любимый пес с такой смышленой рожей? На сельтера и поинтера, немножечко похожий. Или вовсе не имеет для тебя значения, Что собака погибает, не вкусив печенья? Хорошо, я виноват. Уничтожил тапочку. Но ведь я почти не тронул ни пальто, ни шапочку. Все прощайте, умираю без любви и ласки. На могилку положите, докторской. А я вас невольно обманула. Я не прочитала заботу вот этого стихотворения Из цикла «Позабытые игрушки», Вслед за которым следует глубокий философский вопрос. Сейчас я его прочту. Тем более, что мы повышаем возрастного планка постепенно. Оно называется «Бумажный зонтик». Расписное беретенце, зонтик из бумаги. Он не защитит от солнца, не спасет от влаги. Может он измяться скоро и легко порваться, Но от яркого узора трудно оторваться. Осторожно, не сминая, подняли, раскрыли. Он, как бабочка цветная, расправляет крылья. Он, как парусник надбестный, в поднебесной шире. Однодневный, бесполезный, самый прочный в мире. Так, вот теперь скажите мне, пожалуйста, Почему эта вещь такая бросовая, И уже выброшенная в первый же день своего употребления? Почему она оказалась самая прочная в мире? Родители мне подсказывайте. Почему? Кто мне скажет? Вот там школники сидят. Не читаю на лице, в понимании. Тогда подсказку даю. Подсказку. Значит, если вещь уже не существует в природе совсем, но где-то она сохранилась, то что? То почему? Так, все понятно. Девушки, поняли, нет? Почему самая прочная она оказалась в мире? И первоклассник не может ответить на этот вопрос. Я знаю. Просто по природе своей не может. Первоклассники материалисты. Они сразу говорят, он был сделан из сверхпрочного кевлара «Рослава». Это неправда. Он был сделан из картона, а размок и выброшен. Почему он оказался в самой прочной в мире? Где он все-таки остался? Ну, конечно. В памяти, естественно. В нашей волшебной и консервной банке, в которой навсегда остаются книжки из старой, игрушки, уехавшие от нас друзья, увезенные жить родителями в другой город. В другой стране у бабушки, прадедушки, дедушки, правда, там, и так далее, ушедшие от нас вообще очень-очень далеко и навсегда. Вот. Все это остается и прекрасно живет в нашей волшебной консервной банке по имени «Память», без которой мы бы не были сами собой. А теперь, вот теперь я поставлю в церковь не мальчика, который у нас раньше как-то господствовал, у меня раньше в стихах, а такую маленькую девочку, начиная там лет с трех и примерно до первого класса, так сказать, повышающую свой возраст и развитие. Потому что когда у меня вот родилась внучка, с которой вместе мы написали вот эту вот книжку, можно я у вас одолжу? Спасибо. Ее, к сожалению, тоже уже нет практически в природе. Где-то только в дебре интернета можно где-то, может быть, ее выудить. Вот. Там все темы для стихов наворованы у, соответственно, героини. Вот. И я вам немножко тогда почитаю вот таких вот стихов. Одно, может быть, из этой книжки, и остальные просто не из какой книжки, они просто совсем свеженькие. И я надеюсь, что они выйдут. Урок хореографии. Я выше всех вставала на носки. Я делала бесшумные прыжки. Руками словно ласточка махала. По залу будто бабочка порхала. Учительница мне сказала, «Ах, какой воздушный шаг и плавный взбах!» Я в раздевалку первое плетела. Я бабушку порадовать хотела и прыгала к ней прямо на живот, как маленький счастливый бегемотик. А сейчас современные стихи. Ясная погода нынче в интернете. В мамином айфоне, в папином планшете. Ясная погода, не дождинки значат. Выводите велик, выносите мячик. Пусть на роликах народ Волю покатается. За кошку правда льет. Но это не считается. Пятерка. У меня пятерка. По рисованию. Выйду в скай, обрадую дедушку Ваню. Фото выложу маме в инстаграме. Извещу папу по ватсапу. А бабушку мимо просто помыло. Она еще не освоила твиттер, но вяжет на нее очень продвинулый свитер. Это дети на меня наехали знакомые, сказали, мало примет современности. В стихах. Я сказала, хорошо, хорошо, дети, что-то у нас по ватсапу в медленности. Хорошо. Немножко из этой же серии письмо зубной феи. Уважаемая, вы знаете, конечно, кто такая зубная фея, да? У нас тоже этот персонаж пришелся. Уважаемая фея, я чего-то не пойму, вы запятые зубы, оплату, задержали, почему? Я за первые четыре получила горсть монет, а за это две монетки ни конфетки даже нет. Папа с мамой на работе, ждать их долго, целый час. Так что, семья, дорогая, вся надежда лишь на вас. Вот стихотворение тоже тема упорована у Майки, вот про то, как мы изучаем английский язык. Называется «Не просите». Я знаю, как по-английски завтрак, обед и ужин. Я знаю, как по-английски будет мы с мамой дружим. Я знаю, как по-английски яблоко и банан. Я знаю, как по-английски скрипка и барабан. Я знаю, как по-английски кубики и картинки. Я знаю, как по-английски курточки и ботинки. И дождик знаю, и ветер рот на замке держу. И вам, и за что на свете этого не скажем. Снакомые родители всегда говорят, что это очень жизненное стихотворение. Вот это называется «Скоро в школу». В меня влюбился Вова. Принес наклейки снова. А в музыкальной школе в меня влюбился Коля. На танцах был еще Ашот. Мы танцевали с ним в гавот. Держитесь, пиши, Саша, Вась, я скоро буду в первом классе. И последнее называется инструкция для родителей. Но это все вот эти новенькие, они практически не имеют, еще не было. Инструкция для родителей. Следует знать, что мороженое в нужный момент предложенное, особенно в шоколадной глазури, предотвращает грозных теплых. Дорогие мои дети, заткнуть уши или просто взрывнуть немножко. Давайте я почитаю немножко для взрослых. Вы как думаете? Потому что невозможно. Давайте мы немножко почитаем про любовь, про жизнь. да, вопрос пожалуйста. Вот эти последние стихи, это не из какого сборника, их еще нету просто. То есть они, ну да, я надеюсь, что будут, я их вставила вот в следующую Майкину книжку, то есть я составила книжку, она называется «Уважаемая фея». Но я не знаю когда она выйдет и даже не очень знаю где, потому что вот в одно уважаемое издательство они ее как бы схватили и теперь они ее мусолят. По привычке многих уважаемых издательств. Просто они там чешут древку и думают, а кому ее надо рисовать и поместится ли она в смартфель этого года или уже лучше ее положить в смартфель следующего года. Вот это я прям обожаю. Безы. Но вот он будет в каком-то журнале новом детском. Вот там они у меня взяли цикл прям практически целевой. Вот. А это новенькие. Вы их не знали еще, да? Хорошо. Да хорошо, ну господи. Я вам всегда пришлю, господи, по e-mail если захотите. Так, а вот теперь мы взрослые давайте читать. Извините, если вы их уже знаете просто, но я хочу немножко ретроспективу такую сделать. Я раздеваю солдата. Давайте мы сначала дверь закроем, да? Потому что трудно на самом деле. С детскими стихами надо легче, а он со взрослыми трудно. Я раздеваю солдата, спящего праведным сном, сном. Вот ковыра уже снята и гимнастерка среднем. Я раздеваю солдата, как же еще поступать? Легче ведь без автомата, дыль из обуви спать. Я раздеваю солдата, прямо-таки до белья. Знаю, скандалом жревато, бесцеремонность моя. Я подымаю солдата, спать уношу без помех. Боже всего интеллекта, я их разделываю всем. Вот, это честное стихотворение. У меня по этому стихотворению первая моя книжка взрослая называлась «Я раздеваю солдата». И очень насмучались некоторые пенсионеры и даже письма писали, когда стихотворение вышло в мне поэзии, что что за разбран такой. Ну, по-моему, совершенно понятно, что это за солдат. Вот такой солдат оружием увешанный. Амур, Амур взывает серый кот, в бессильность трасти лапу воздымая, в который кот любовь с него берет, семь шкур так пропадай, живость мая. Мелькни, стрельни, задей хотя бы тролль, седой профессор теребит бородку и пуском стоили на крутый коль с размаху бьется о перегородку. Остребролукий маленький Амур, и мы твоим разносим контрабанду, ночной родитель, голенький Тимур, возьмешь и трубачеву свою команду. Амур, Амур, лукав, францовый рот, но детский лебедь твой повсюду понят, лосос полужой кверху прет и лазночка кричит и горло встанет. Вот. И это вот были стихи из первой книжки, вот уже плавно вы перетекли во вторую, но тут просто вот, наверное, по возрасту один мой замечательный коллега Виктор Лулин по-настоящему может отназваться на стихотворение, но кто знает, встаньте, кто помнит, чернильницу не проливай. Светлый минал из дощечек и дальше по списку кеда китайских с белой каемочкой и майку и промокашку и вставочку и перочистку финские и снежные с пилипадошкой в тетради день, когда всем принести самописки велели, как перочистки сшивали сердце ради с пуговкой и посередине и пачкой жалели. Встаньте, кто помнит стаканчик за семь и за десять пар над тележками уличных сиплых кудесниц. С дедом однажды мы в скверке при Моссовете скрызли по треске о холоднейшем на свете. Разные нити людей сочленяют богатство, пьянство, дворянство, порога у всех круговая, позже прибудет и наше случайное братство. Станьте, кто помнит и чертнется, не проливая. Когда-то я это стихотворение прочитала по телефону Валентина Дмитриевича Переску. Это замечательный, вы знаете, конечно, замечательный поэт, и детский, и взрослый. У него никогда не различишь, не разделишь, не разлепишь в принципе, для кого стихотворение написано, и в этом самая прелесть. В них всегда есть двойное дно. Я его прочла, у нас была такая заведена привычка читать друг другу самые такие вот, как он, свеженькие, и хотелось поделиться стихи по телефону. И вдруг он молчит. Он дослушал стихотворение и молчит. Я говорю, Валентин Дмитриевич, что же вы молчите? Я стою. Вот станьте, я стою. Боже, как я была счастлива. Под фонарем на сахарном снегу у вечности глаза стоят под вопросом. Я бензель свой рисую, как могу, мальчишеским ботинком тупоносом и связанные крепко за шнурки подрагивая над кремевшим парком. Свинят в руке забытые коньки о леденцовой кладе патриарши. Там сок томатный, гривенник, стакан, от крупной соли он еще по крови. Там детство терпеливо к синякам, а юность исцелована до крови. И все развеется, как снежный прах. Все в лету течет с весной светливой и лишь уменье бегать на коньках. Дурацкая примечка «Будь счастливой!» И свет плетый, и медная труба слышна хуй с головой в сугроб заройся и обнимая. Шепчет мне судьба, закрой глаза и ничего не бойся. Вот видите, то были стихи для детей, а это пошли стихи о детстве. И в сущности не так уж это все отличается от нас другого. Да, все это близко одно к другому очень. Чего проще с этой страной расстаться? Да, она и слез не стоит. Пусть метриком ей пишут, отказной ребенок дам. Внешне он головой, характер тихий, но порой и вязать приходится. Лакает отпуск чая, протянешь руку, может облизать, а может откусить не обучая. Всего дыша довольного житья, бумажку подписал и прочь сомнения, глядишь, американская семья еще заплатит за усыновление. Но все настянет в эту маяту, все верится в диагнозе ошибка. И нам сияет в аэропорту кириллицы щерпатая улыбка. Что у нас сегодня? Я только всем очень попросу закрывать дверь, когда мы прошли туда-сюда. У нас сегодня такая детская тематика, вот она идет дальше детская. Когда старшему сыну было 12 лет, у нас были с ним одинаковые голоса. Борода кричали мне в трубку, ты че, выходи, и пугались ой, тетя Марина, извините, я сходу. Когда младшему сыну было 12 лет, у нас были с ним одинаковые голоса. Слышь, серый, дали мне в трубку, встречаемся там же. А теперь в моем доме цветут два бархатных баритона, в телефонной трубке поют басы и сопрано, а я не рада вы выйти, я собралась бы за пару минут, но меня уж ни с кем не путают и никуда не зовут. «Бедный композитор, куда он без рояля, бедненький прозаик, куда он без стола, и художник бедный, вечно он с этюдником, кисти эти, тюбики, я бы не подняла. Бедный, бедный скульптор, режиссер бедняга, лишь поэт на свете хорошо живет, он гуляет по траве, со страфою в голове, только не стреляет, только не в жилу». Ну вот это мы пропустим, это мы пропустим, а мы прочитаем стихотворение «Кормящие». Я сразу говорю, что там звучат какие-то отголоски «Песни-песни». Это для мамашек. Больше меня никто не поймет эту историю, по-моему. «Мой возлюбленный, проснуйся ты в ночи, ищешь грудь мою, спешишь приникнуть к ней, что подобно двойням серной, о, молчи, сколь прекрасен ты собой, царь-царей, твой живот смуглее чаши золотой, естество нежнее лилии на ветру. Освежите меня яблок кожурой, а уж пякоть я на терочке натру. Мед и млек у тебя под языком, я не чудую, что сосцы мои в крови. Подкрепите меня чая с молоком, ибо я изнемогаю от любви. Да, вот это довольно прикольно. Снова вьюга ангелом подраненным, над Москвой со стоном пролетит свет Наташа, уезжай с курагины, все равно балконский не простит. А простит, вы будете обвенчаны, и тебя в именье заберут, где без света засыхают женщины, как в этих домах растения мрут, с этим же светлом, как на пожарище. Этот до добра не доведет, ни одна княжна еще позарится, но его нетерпеливый рот. Но сегодня твоим всем кипением юности и жажды и пурги пропадать, так с музыкой и пением. Все готово, дурочка, беги. Вот мое стихотворение любимое, когда мне попрочтите. Ваше любимое стихотворение, я всегда вот это читаю. Называется оно «Сорок». Пред небесной медкомиссии стоит мой жалкий дух. Зрень ядря, неважно с мышцами, на троечку слух, голый, взвешенный, измеренный, дурак дураку, на него глядит сощуренный, архангел военком. Сам воинственный, таинственный, святой Михаил задает вопрос единственный, усердно служил. Я старался всеми силами, дудел, пробуждал, Гавриилову спросили бы, награды не ждал. Ты сманялся, ты повесничал, валял ворога, трых на травке, лоботрясничал, глазел ворога, высоты не взял завещанный, и отнял у тьмы ты опять проснешься с женщиной в начале зимы. зимы. Что такое? Вот. У меня есть как бы почти всех поэтов современных. Своя собственная такая античность. Ну, конечно, это такая квази, то есть лжи античность такая приборная. Я всегда мечтаю вот Кушнер свою собрал в одну книжечку, я тоже свою мечтаю собрать, а вот из нее вот такое одно стихотворение покажу. Здравствуй, дедушка, зоб. Думаешь, забыли? Пол осиновый в твой кровь, думаешь, забили? С возвращением, старик, твой топчак свободен. Ну-ка, высуни язык, одевайся, годен. Здравствуй, дедушка, зоб, здравствуй, раб лукавый, вновь растет твой хитрый стерн, на трожах державы. Зря шли, шум прошел в лесу, будто ты не нужен. Да скажи нам про лесу, задержись на ужин. Вот, дорогие мамашечки, это тоже для вас, для нас. Еще последняя нам сласть, да нам наследство. Сначала водорочество в пасти, не сразу в детстве. О, там обиды велики, победы хрупки, но утешают пустяки, косынки, юбки. Там каждый взгляд, что бросил он, и вздох невнятный, с подругами обговорил тысячекратно. Там можно сделать встречный шаг, как продолжение, как одолжение, и целоваться, просто так, без продолжения. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Так, это мы пропускаем, а вот это мы не пропускаем. Я надеюсь, что вы узнаете здесь знакомую сказку Андерсовичского. Чтобы голос подать, чтобы просто заговорить, надо прежде связать одиннадцать грубых рубах, босиком стоптать пробиву, вытянуть нить И плести, как кольчунь, нервы за ссорность, за страх. Чтобы голос подать и спасти себя от костра, Надо диких одиннадцать птиц обратить в людей, Превратить их обратно в братьев, срок до утра, И не таять в окошке живой сугроб для людей. Чтобы голос подать, чтобы всех и себя спасти, Надо крепко забыть два слова — больно и тяжело. И топтать, и плести, и тянуть, и плести, плести, И всегда у нашего вместо руки крыло. Считаешь? Вот это вот одно из таких стихотворений, Которые есть у всех поэтов, которые занимаются... Спасибо вам большое. Это как-то дальше, а вы что-то... Которые занимаются переводами. У Тарковского есть такой опыт, А хвосточные переводы как болит от вас голова. Ну и практически у каждого поэта, который занимается переводами, Есть такой кластер стихотворений, небольшой или большой. Условно говоря, половина из этих стихов надеются на тему... Всё? Вроде когда человек разговаривает, Не получается хорошая фотография, Когда он дыржит с вами, Получается перимаса. Половина этих стихов надеются написано на тему, Какая прекрасная вещь стихотворный перевод, А вторая половина на тему как болит от вас голова. Вот. У меня тоже много таких стихотворений, Вот я одно сейчас прочту из них. Второстепенные английские поэты, Вы руки тянете ко мне из тёмной леты, И как детдомовская ребятня, Меня кричите вы, меня, меня. Да я сама тут запасным стою, харистом, Да я случайно забрела на эту пристань, Мне снилось поле, мне мерещился покой, Но шелестят уже страницы под рукой. Первостепенные английские поэты, Давно пристроенные, кушают котлеты, За дверь мне молчаивая вода, Над ними не сомкнётся никогда, А я переднего уже тяну, как репку, И кто-то сильный встал за мной и держит крепко, И вся компания, а стало быть, и я, За шкирку выключена из небытия. Да, это сложно, всё. Я немножечко ещё буквально читаю, А то мы уже перейдём к вопросу. Сограждане, вот это стихотворение Мне удалось однажды прочитать по культуре, По ТВ культуре, И меня даже, может, не обрезали никак. Я очень довольна была в результате, Это была передача «Культурная революция». Сограждане, задерживайте стихи наизусть, Загружайте головы Дикимсом и Вальтер Скоттом, Три апорта и песенка про испанскую грусть, Обернуться спасительным хлебом, А то и компотом. Истинно говорю вам, ибо хочу помочь, Перечитывайте мои мрида, Чтобы избежать расправы, Сколько бы не тянулось тысячи в первая ночь, Не обезглавляя, Знающего последние главы. Пересказывайте прочитанное, Упражняйте память и речь, Подзубрите овиде, Он так уместен на зоне. И соседи по кадре Будут вас любить и беречь, И вас будут под своё покровение вскоре. Ну, вот это вот посвящается Преступающим здесь библиотекарям, Учителям и всем, кто работает с детьми. Мне Пушкин обещал, Что день веселья настанет, Он сказал, товарищ, верь. И верили ему в лесах Томковских Все волки на скребучей колыбе, Невольники толпой во тьму плекомы. Мне тоже Пушкин никогда не брал. Вот только нужно запастись терпением И грифельными досками, И мелом, И книжками, в которых есть картинки, И книжками, в которых нет картинок, Чтоб дети на обломках самовластия Хоть что-нибудь сумели написать. Ну, давайте просто для задела, Если вы ещё не окончательно упали от усталости, Вот из этой, как бы, из последней книжки, Или даже не из последней книжки, А из новинки, что называется. Пару стихотворений прочту. Да, интересно, сегодня как-то программа построена. Вот, из «Хулиганских побуждений». Там целый раздел книжки имеет такое название «Из хулиганских побуждений». Из хулиганских побуждений он спички вытащил сперва И черпать стал, гоняя тени, Забив на мамяты слова. Потом водой наполнил ванну И разные губы и населил. Потом нарисовал саванну И меж зверями разделил. Из мягеньших двух человечков Слепил и яблоко скатал. Змею-голбаску свил в колечко И всех по стенке расплакал. Нарошка не надел, пижал. Вооружился, как бандит. И в кресле, поджидая маму, Уснул, испуган и сердит. АПЛОДИСМЕНТЫ У меня бывают такие стихотворения, Про которые я не всегда знаю. Вот «Прокурщик и прогульщица» Я не буду его здесь читать, Просто оно уже дало название на целой книжке. Ну, бывают такие стихи, Про которые я не всегда знаю, Они для взрослых или для детей В сущности написаны. Вот. Вот это вот немножко из этой серии. Бабушке вычь, Извечай-то легко. В сани впрягайся, Давай молоко. Лай ему вычь, Охраняй и паси. И шоколадные яйца неси. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас самое последнее я прочту, Пожалуй. У меня там много еще новых, Но это невозможно было спросить, Но обстановка не располагает. Чтобы был какой-то оптимистический, Так сказать, всплеск под конец. А переводами мы тогда с переводами Познакомиться не будем, Потому что с переводами Мы будем познакомиться когда-нибудь В следующий раз, Когда будет более благоприятная обстановка. И кто-нибудь за сценой, С командой закатится. И лексики обсценены, Последует каскад, И осветитель пьяный Рычаг найдет во сне, И вспыхнет луч румяной В рисованном окне, И вспыхнет луч прощальный Вечерный, золотой, Над роскошью сусальной, И стильной нищетой. И колокол чуть слышно Вздохнет с колосников, Что ничего не вышло, Что воздух был таков, И станет вдруг понятно, Что это навсегда, Что некуда обратно, Что больше никогда, Лишь темень повселенной, Да надпись Вдоха нет. И кто-нибудь за сценой, С командой рассыл. Спасибо. Ну, можно, наверное, Какие-то вопросы позадавать. Или если кто-то из вас хочет Быстренько купить там книжку, Пару и пару книжек Я должна просто туда вернуть, Потому что они в последнем экземпляре для этого. Или просто, Или просто, Вот, по-моему, там остался один вертик пост, Если кто-то на него претендует, Я могу его подписать прямо сейчас, И мы потом с вами в издательстве его оплатим. Ну, метроли еще есть. А вот у метроли еще есть. А у метроли еще есть. Возраст примерно, Ну, лет, ну, там, От трех до семи. Вот как-то так. Вот. Есть Дональдсен то же самое. Там, по-моему, пара книжек этой Дональдсен. Разных. Это все в издательстве чудесства. Или если у вас какие-то есть вопросы, Вы можете их сейчас задать. Я надеюсь, что тебе больше увидят. Я надеюсь, что тебе больше увидят. Ну да. Спасибо, Николай. Посмотрим, как прощает. Саша, не убегай, погоди. Поглушечку? Сейчас пойдем. Пойдем. Есть кое-что? Да, давай. Спасибо. Тригот Дмитрия. Осторожно. Саша, Саша. Тригот Дмитрия. Красиво. Вbusy. Раунд. Раунд. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...